Виктория Садченко Ведь наша программа остается И корреспонденты продолжат вещать О самых важных, актуальных и интересных событиях Из жизни Бреста А новый 2018 год принесет новые темы Ведь в год земляной желтой собаки Самого доброго друга человека Мир обретет верного покровителя И все будет просто прекрасно Всех нас ждет благополучие Новый год даст весьма позитивные возможности Стремление к миру, стабильности К равновесию во всех сферах жизни Каждый из нас в минуты, когда часы бьют 12 раз Подводит итоги Каждый свои, кто-то личное, кто-то семейное И поэтому я, Вика, предлагаю в этот вечер Подвести итоги социально-экономического развития Города Бреста за 2017 год Это будет вполне уместно Ведь говорить есть о чем В этом году в областном центре Совершенствовалась и модернизировалась Структура всех отраслей народного хозяйства Наращивались объемы производства Росла конкурентоспособность предприятий Увеличивалась производительность труда А за счет этих факторов Росла заработная плата людей Повышался уровень жизни населения Ведь это так важно, чтобы люди белорусские Брещане жили достойно Стабильный курс рубля, снижение ставки Рефинансирование и рост Внутреннего волового продукта Таковы основные характеристики экономики 2017-го По большинству социально-экономических показателей Динамика положительная Субъекты хозяйства не осмелее строят планы на долгосрочную перспективу Активнее осваивают новые направления деятельности и рынки сбыта Последних, к слову, брестские производители в 2017-м открыли порядка 13-ти Продукцию с маркировкой сделано в Бресте С удовольствием покупают в Беларуси и далеко за ее пределами Наращиваются объемы поставок продукции в Китай Это уже и заключенный договор с Брестским микроводочным заводом Савушкиным продукт, Сантой по поставке мороженого В принципе, на сегодняшний день номенклатура насчитывает порядка 71 стран Куда поставляется продукция То есть, в принципе, тот направление по диверсикации экспорта О котором говорит руководство государства Оно действительно выполняется, поиски новых рынков сбыта Они сегодня актуальны и, в принципе, есть определенные успехи В городе над Пугом появилось 30 новых предприятий членов бизнес-сообщества Не подкачали и опытные игроки Чистая прибыль промышленных флагманов, таких как Санта, Савушкин продукт, Брестский мясокомбинат, Чулочный комбинат и Стим увеличилась практически в два раза В принципе, данные предприятия, можно сказать, что по инвестиционной своей направленности формируют порядка 90% и по экспорту порядка 80% показателей Все это, конечно, благодаря слаженной команде сильнейших профессионалов, которые, в принципе, обеспечивают успешную деятельность этих предприятий Конечно, далеко не все в 2017-м было гладким год По словам специалистов, был непростым, но плодотворным Активная работа, в том числе и в законодательной сфере, приносит плоды В уходящем году подписано немало документов, вносящих существенные изменения в нормативно-правовую базу, как правило, в сторону либерализации К примеру, седьмой декрет призван упростить условия ведения бизнеса Одна из норм касается применения упрощенной системы налогообложения 1 января 2018 года индивидуальные предприниматели смогут принимать упрощенную систему налогообложения Исходя из уменьшения критериев, ограничивающих условия ее применения То бишь, если у нас сегодня индивидуальный предприниматель осуществляет кручную торговлю Ибо он оказывает какие-то услуги и применяет упрощенную систему налогообложения И наряду с этим он хочет зарегистрировать интернет-магазин, то он потеряет право на применение упрощенной системы налогообложения В связи с чем ряд предпринимателей в настоящее время отказываются от регистрации интернет-магазинов В то же время, буквально через несколько дней, доступления 2018 года, данные предприниматели смогут наряду своей деятельностью Зарегистрировать интернет-магазины и сохранить с собой право применения упрощенной системы налогообложения Барьеры в сфере агроэкотуризма устраняют подписанный осенью 365 указ. Развитие бизнеса в сельской местности должен стимулировать указ номер 345. И совершенствование законодательной базы продолжается. Вплоть до нового года длилась третья сессия палаты представителей. В числе принятых в первом чтении проект закона о приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества. Данный закон позволит обеспечить раскрепощение производительных сил в нашей стране. Во-вторых, создаст условия для лучшего инвестиционного климата как для зарубежных, так и для отечественных инвесторов. И в последнее время много велось разговора о либерализации экономики. Данный закон позволит те разговоры, те намерения и пожелания привести в практическую плоскость. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить брещан, всех наших сограждан с хорошим шагом вперед в деле ускорения социально-экономического развития нашей страны. И в канун праздников Рождества Христова, Нового года пожелать всем мира, добра, тепла, света и счастливого долголетия. Продуктивным оказался 2017 год науки для Брестского технопарка. Площадка функционирует всего 6 лет, но уже успела зарекомендовать себя в качестве надежного партнера. Наша школа существует с 1 сентября 2016 года, то есть вот ровно полтора года. Резидентами мы стали 31 июля этого года, чему мы безумно рады, потому что нам действительно оказывается огромная поддержка технопарка. Сегодня в технопарке порядка 30 резидентов. Около 40% так или иначе связаны с IT-сферой. Остальные осваивают иные отрасли. Но все без исключения занимаются разработкой и выпуском инновационной продукции или оказанием услуг с использованием передовых технологий. За год технопарк вырос почти в два раза. Это связано с тем, что в прошлом году технопарк въехал в это здание, но на текущий момент у нас уже все помещения в офисной части корпуса заняты. Даже есть небольшая очередь, то есть даже те советы по принятию резидентов мы сейчас сделаем авансом. То есть они пока условно приняты, то есть пока они не станут арендаторами нашими, не будут арендовать имущество, они официально статус резидента до конца еще не получили. На текущий момент у нас 30 резидентов. С учетом вот этого запаса, то есть мы спокойно выходим на цифру даже 40 резидентов. Но это со следующего года, когда мы надеемся, что все-таки к концу года мы войдем в производственные корпуса. Там у нас еще 11 тысяч метров квадратных, причем там как производственные помещения, так и офисно-административные помещения. Важная составляющая развития – реклама и налаживание деловых контактов. В технопарке знают об этом не поднаслышке, а потому выставки, форумы и встречи регулярно проводят на своей территории, а также помогают подопечным посетить подобные мероприятия за пределами города над Бугом. Мероприятий и в пределах Беларуси за ее пределами довольно много. Единственная правда, что не всем нашим резидентам это интересно, то есть они сами для себя определяют, что им интересно, что не интересно. На текущий момент для части резидентов, таких ведущих, мы сделали частично выставочное оборудование в виде X-баннеров, то есть мы представляем их разработки и можем, если у них нет желания, то есть нет возможности, мы можем сами их представить и где-то продвигать. Плюс сейчас мы активно ведем работу по привлечению так называемого института-акселератора. То есть это профессиональные участники, которые даже покупают долю в компаниях-стартапах и помогают им продвигаться на внешние рынки. Удачным называют 2017 год и специалисты, занятые в сфере социального обслуживания населения. Пусть и не семимильными шагами, но изменения в лучшую сторону происходят как в части законодательства, так и в части укрепления материально-технической базы. Конечно же, укрепление материально-технической базы для нас вопрос повседневной жизни. Что-то удалось сделать, что-то не удалось сделать, но если получается, то мы всегда очень рады. Как правило, наши учреждения постоянно развиваются, они нуждаются в новых помещениях, требуют где-то и провести текущий ремонт, и капитальный ремонт, те здания, в которых они находятся. Необходимо менять и также транспорт. Поэтому постоянно работаем над этим вопросом. Под занавес 2017 года вступили в силу изменения и дополнения в закон о социальном обслуживании. Они отрегулировали некоторые механизмы и алгоритмы деятельности в данной сфере, а также узаконили новые формы работы. Большое внимание, к примеру, уделено государственному социальному заказу. Цель государственного социального заказа – это привлечение негосударственных структур, общественных организаций, любых юридических лиц на осуществление социального обслуживания населения. Неохотно общественные объединения шли на этот государственный заказ, потому что здесь было определенно трудно связано с необходимостью проведения конкурсов. Вот в последнее время внесены изменения и дополнения в закон о социальном обслуживании населения. Сейчас при наличии одного участника можно будет признавать конкурс состоявшийся. И есть возможность этот договор по результатам конкурса заключать сроком на пять лет. Мир меняется, идти в ногу со временем стремятся и представители сферы социальной защиты и обслуживания. Учреждения, занятые в ней, ежегодно добавляют в свой список услуг новые позиции, ориентируясь на нужды и пожелания подопечных. Хотелось бы, чтобы в следующем году мы свои усилия направили на развитие инновационных форм социального обслуживания. Это известные. Это и гостевая семья, и приемная семья, и дома зимовки, и санаторий на дому. Хотел бы сказать, что появилась сейчас новая форма социального обслуживания, замещающая семья. Это еще есть и рента, пожизненное содержание. Хотелось бы, чтобы в этом направлении мы активизировались. Хочется верить, что наступающий год будет еще динамичнее, ярче и богаче. На добрые события, позитивные информационные поводы и прекрасных людей. Всего этого и хочется искренне пожелать в канун 2018-го. С Новым годом! Уважаемые труженики предприятий промышленного комплекса, дорогие друзья, вот и наступает новый 2018-й год, и наши сердца наполняются волшебным ожиданием чудес. Каждый, безусловно каждый, независимо от возраста, профессии, каждый верит в чудо. Надеется, что в Новом году будет еще лучше, еще теплее, еще счастливее. Так и должно быть. В эти предновогодние минуты желаем вам здорового оптимизма. В любых жизненных ситуациях верьте в добро и надейтесь на завтрашний день. Под бой курантов загадайте желание и пусть оно непременно исполнится. Пусть будут здоровы ваши дети. Пусть работа будет интересной и высокооплачиваемой. Пусть счастье поселится в наших домах. С наступающим Новым годом! Новым годом! Неудивительно, Брест активно готовится к своему тысячелетию. Давайте проанализируем то, что уже сделано и что еще ждет город, а значит и всех нас в столь значимую дату. Люди, жившие здесь в начале 13 века, даже не могли себе предположить, каким станет Брест в 21-м. Областной центр из небольшого ремесленно-мануфактурного населенного пункта превратился в современный город, который имеет большое значение для Беларуси и для Брестского региона. Сегодня этот небольшой фрагмент старого города – центральная экспозиция музея Берестия. А сам Брест в течение времени расположился восточнее. Пережив почти тысячелетнюю историю, повидав большое количество войн и восстаний, областной центр уверенно смотрит в будущее, год от года преображаясь. Появляются новые арт-объекты, реконструируются исторические здания, растут спальные районы. Сегодня Брест – настоящий современный город. Сегодня мы меняем формат качества жилой среды. Новые районы, которые сегодня проектируются, на лейтенанта Рябцева, юго-запад пятый. Это уже более застройка, приближенная к квартальной застройке, к таким кондоминиумам. Транспорт стараемся максимально вынести за пределы квартала, сделать дворовые пространства пешеходными, зелеными. Степень озеленения большая, парковочные места мы сегодня делаем, экопарковки. Уже в 2019 Брест встретит свое тысячелетие. Важным шагом в реализации подготовительных мероприятий стало подписание президентом страны распоряжения номер 142. В него вошли и объекты, подлежащие реконструкции, и новое здание, и коммуникации. Возглавляет этот список западный обход. Первым этапом его внедрения в эксплуатацию стало строительство моста через реку Муховец. Сегодня работы идут на второй очереди объекта. Его основная функция – перераспределить транспортный поток. А также ликвидировать заторы на железнодорожных переездах, связывающих центральную часть города с такими районами, как Речица и Дубровка. Интерес представляет техническое решение для кольцевой развязки. Впервые она будет выполнена в монолите. Шла работа по всему фронту работ, по всей длине путепровода. Это со съездами свыше двух с половиной километров. Это свайные фундаменты, устройство ростверка, стойки, устройство монолитных ригелей. Естественно, следующая захватка поток – это монтаж бала, где мы сейчас находимся. Вынос инженерных сетей, строительство еще квартир продолжается для переселяемых граждан. Еще один объект, чье постепенное обновление уже ощутили жители областного центра – Кобринский путепровод. Последнюю реконструкцию мост пережил еще в далекие 60-е. И с тех пор многое поменялось. Пока представить, насколько грандиозный будет новый проект, довольно сложно. Однако визуализированная модель будущего Кобринского путепровода выглядит серьезно и современно. Мы там уже от насыпи перешли, уже устраиваем боронабивные сваи, устраиваем, переходим к ростверкам, демонтировали часть пешеходных связей. Сегодня также пытаемся минимизировать помехи для движения транспорта по Кобринскому путепроводу. Раньше мы предполагали даже закрыть одну из четырех полос для того, чтобы можно было работать. Сегодня ищем пути, изыскиваем, вроде получается, стараемся не закрывать, чтобы жители не почувствовали. На протяжении года активно модернизировалась дорожная инфраструктура. Новое полотно появилось по улице Московской от пересечения с улицы Гаврилова, вдоль набережной и на Молодогвардейской. Качественно преобразилось оформление улицы Сикорского. Особенно ощутили брещане реконструкцию улицы Янки-Купалы. Работы будут продолжены и в будущем году. Очень много сделано по ремонту улиц. Наверное, брещане уже забыли, сколько в этом году сделали и улицу, можно сказать, и Молодогвардейскую, и улица Скрипникова, и набережная, и Московская, и Янки-Купалы, которые все вспоминают. Много дворовых территорий сделали. То есть работа выполнена огромная. В подготовку к тысячелетию города активно включилась служба ЖКХ. Работа ведется в нескольких направлениях. Во-первых, планомерно и последовательно идет реконструкция старых и строительство новых очистных сооружений. Введение объектов, имеющих в своей конструкции специальные аэротенки, избавит жителей близлежащих районов от неприятного запаха. Что немаловажно, проект позволит привести местное очистное сооружение в соответствии с национальными и общеевропейскими экологическими требованиями. Кроме того, отдельным пунктом в рамках подготовки города к тысячелетию стоит капитальный ремонт жилого фонда. Уже сегодня можно отметить, как преобразились дома старой застройки по улице 17 сентября, как благоустроена набережная, как шаг за шагом приобретают новое лицо проспект Машерова и бульвар космонавтов. Ежегодно реконструкции будут подлежать порядка 70 домов. Согласно распоряжению президента Республики Беларусь, мы готовимся к тысячелетию. И одним из пунктов этой программы является капитальный ремонт жилого фонда. Отрадно, что объемы капитального ремонта увеличены более чем в три раза. Если раньше мы ремонтировали только 20 домов, то в этом году уже 70. И радует то, что темпы будут продолжены и в последующих годах. Подготовка к тысячелетию включает в себя не только строительство и реконструкцию объектов. Это большой пласт культурных мероприятий. Впервые в 2017 в областном центре прошел фестиваль цветов. Идею поддержали многие предприятия и учреждения, а также неравнодушные горожане. Живописные композиции дизайнерской флористики придали городу шарма и изыска. Еще одно яркое мероприятие, которое проходит в Бресте традиционно в День города, должно приобрести новый формат в год тысячелетия. Это карнавал. От года к году фест приобретает новых поклонников и зрителей. Не остаются в стороне и работники библиотечной сети. На просторах интернета с их поддержкой заработала вкладка тысячелетия. Внести свой вклад в подготовке к миллениуму стартом большого выставочного проекта «Мой город» художники. Все это многообразие стало основанием для того, чтобы присвоить в 2019 году Бресту звание культурной столицы СНГ. 2017 год стал продолжением всего того хорошего, интересного, что было начато в 2016. Через считанные мгновения он идет в летопись веков, однако оставит после себя приятные ощущения и ожидания чуда, потому что все самое интересное еще впереди. Всем, кто строит и благоустраивает наш родной Брест, тем, кто делает его краше, желаем оптимистичного взгляда на жизнь. Желаем радоваться даже мелочам, во всем находить повод для улыбки и позитива. Пусть то, что не особенно удается, дает бесценный опыт. То, что удается, дарит радость. Пусть вдохновение, любовь сделают жизнь прекраснее в новом году. Пусть люди вокруг станут дружелюбнее. Мир ярче, дела легче, дружба крепче, любовь сильнее. Пусть хочется жить, творить, любить и мечтать. С наступающим Новым годом! Накануне Нового года мечты каждого человека в современном мире связаны с материальным достатком и благополучием. Но не менее важны и другие ценности – здоровье, образование. Наверное, именно поэтому новости здравоохранения волнуют практически всех. Очередной медицинский прорыв – это возможность не оказаться заложником недуга, жить полноценно и насыщенно. Берестейские медики в минувшем году ожидания не обманули. Спасли не одну человеческую жизнь. А отличное состояние здоровья – главное составляющее творческих и научных поисков, в которых регулярно, а главное – охотно принимают участие жители нашей области. Давайте вместе подведем итоги 2017 года в сфере здравоохранения и образования. Подводя итоги уходящего года, мы всегда говорим спасибо тем, кто сделал нашу жизнь лучше. Особенно касается это врачей. Людей в белых халатах, которые денно и ночно сохраняли жизнь брещан, оказывали медицинскую помощь, облегчали состояние пациентов, помогали им почувствовать себя лучше. Сегодня на благо здоровья горожан работают более 7 тысяч брестских медиков. В 2017-м их труд был направлен на улучшение качества и доступности медицинской помощи. Задача, которая основная перед нами стоит, это создать условия для сохранения, укрепления и восстановления здоровья жителей нашего региона. Это приоритетность первичной медицинской помощи, имеется в домбулаторно-поликлиническая. Это приоритетность профилактического направления, обеспечение доступности медицинской помощи. Также приоритетным является оказание медпомощи несовершеннолетним, женщинам во время беременности, родов-послеродовым периодом, инвалидам и ветеранам. В 2017-м сделаны важные шаги в области здравоохранения. Три медицинских объекта включены в план мероприятий по подготовке к тысячелетию. Реконструкция приемного отделения скорой медицинской помощи Брестской городской больницы, строительство станции скорой медицинской помощи. Также в 2018-м будет введен в строй Брестский хоспис. Возведение объекта можно назвать одним из лучших подарков к миллениуму. Из городского бюджета были вложены немалые деньги, но цель в данном случае полностью оправдывает средства. Наши медицинские работники внесли, я считаю, огромный большой вклад в укрепление демографической ситуации. Уже можно подытожить, что у нас по нашему региону идет снижение как общей смертности, так и в трудоспособном возрасте, снижение младенческой и детской смертности. При этом сохраняется довольно высокая рождаемость. Я считаю, что основные задачи, которые перед нами стоят, мы выполняем. В течение 2017-го только Брестская областная больница оказала помощь более 30 тысячам пациентов. Выполнено 8 тысяч операций, среди которых 46 трансплантаций почек, 2 пересадки роговицы и 2 трансплантации сосудов. Благодаря профессионализму брестских хирургов спасены сотни человеческих жизней. Именно трансплантология и кардиохирургия являются локомотивами больницы. Скачок в этих направлениях произошел в 2011 году. Тогда состоялась первая пересадка почки. С тех пор спектр оперативных вмешательств значительно расширился. Сегодня Брещено – лидер среди других регионов Беларуси, как в области трансплантации, так и донорства. Это первое отделение в регионе Республики Беларусь, в котором пилотный проект был. Если Брест справится, значит другие регионы также будут внедрены в эту технологию и будут развиваться. Успешный проект получился, и мы на данный момент являемся лидерами в регионе Республики Беларусь, по регионам Республики Беларусь, как в области донорства, так и в области трансплантации. Практически весь объем трансплантации, который пациенту нуждается, кроме трансплантации поджелудочной железы, у нас не проводится в нашем регионе, и трансплантации легких. Над этим ведется работа и изучается потребность именно в региональном центре этих видов трансплантации. Нужны ли они, или республиканский центр будет справляться один. В завершении 2017-го был подписан договор о сотрудничестве между университетской клиникой города Страсбурга и Брестской областной больницей. Данное взаимодействие позволит уже в следующем году начать работу в таких направлениях, как нейрохирургия, офтальмология, хирургия грудной аорты. Также в перспективе развития межрегионального и межгосударственного сотрудничества с Израилем и Литвой, расширение спектра обучающих программ, внедрение новых медицинских технологий и методов лечения. Как замглаврача и как сотрудник Брестской областной больницы, как врач, я желаю жителям Брестской области, жителям города только крепкого здоровья, поменьше обращаться к нам, к медработникам. Брестский край на протяжении многих лет был лидером в рейтинге по уровню рождаемости. В 2017-м малышей, появившихся на свет, немного меньше, но врачи утверждают, что среди других регионов страны Брещено остается в числе лидеров. В среднем в Брестском областном родильном доме на свет появляется от 15 до 30 малышей в день. Мы же являемся самым головным, скажем, для нашей области учреждением, и в связи с этим мы берем самые тяжелые и сложные случаи в акушерстве и гинекологии со всей области. Здесь сосредоточена самая тяжелая патология, которая требует особого внимания. Поэтому никому не отказываем, всегда рады помочь, и выполняем приказы как министерства, так и наши приказы управления здравоохранения. Не менее продуктивным, насыщенным, богатым на новшества и открытия был 2017 год и в системе городского образования. Она крупнейшая в области и в республике. С 1 января 2017 года город Брест вступил в республиканский эксперимент в соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь по поддушевому финансированию. Что это дало нашим учреждениям и нашим педагогам? Во-первых, пошли деньги на укрепление материально-технической базы учреждения образования, на замену и приобретение новой мебели школьной, оборудования школьного. Ну а для педагогического работника это увеличение заработной платы. Останавливаясь на вопросах качества и доступности, нельзя не отметить и обеспечение условий развития образования. В этом году после реконструкции был открыт детский сад номер 36 в микрорайоне Дубровка, благодаря которому сегодня полностью снята напряженность по обеспечению дошкольными местами в этом микрорайоне. Кроме того, в 2017 в Бресте начали одновременно строиться сразу три учреждения образования. Возведение объектов можно смело назвать беспрецедентным явлением. Это детский сад, начальная школа в микрорайоне Лагуна на 471 место, из них 150 дошкольных. Это детский сад на 350 мест в микрорайоне ЮЗМР-2, это школа на 1330 мест, также в микрорайоне ЮЗМР-2. Это позволит не только обеспечить шаговую доступность дошкольного, школьного образования, но это создаст еще огромное количество рабочих мест для наших горожан. Учебная жизнь в системе дополнительного образования областного центра кипит всегда. Работает три заведения, где расширяют кругозор и стимулируют развитие детей. Разнообразные кружки, спортивные секции, различные курсы по интересам. Спектр учебной деятельности очень большой. Мы гордимся двумя студиями изобразительного творчества, которые уже второй год апробируют программы с повышенным уровнем изучения образовательной области. Мы гордимся тем, что открываем кружки с дистанционной формой обучения для тех детей, кто по каким-то причинам не может приходить к нам в центр. У нас развивается очень сильно в этом году театральное направление. Совершенствование работы коррекционно развивающих центров – тема, которой сегодня уделяется также немалое внимание со стороны государства. Повышение качества получения образования, создание максимально комфортных условий для детей-инвалидов и ребят с особенностями психофизического развития. Проекты по социализации или так называемой инклюзии. Для особенных ребят уходящий год был богат на позитивные события. В этом учебном году у нас активно действует сенсорная зона, которая была создана при помощи педагогов и родителей, обучающихся, для того, чтобы дети имели возможность разносторонне обогащать свой чувственный опыт. В этом учебном году у нас появилась, наконец-то, физкультурно-оздоровительная зона. В ее обустройстве приняли участие и наши работники, а также спонсоры, поскольку много денежных средств было перечислено для того, чтобы покрытие этой площадки было травмобезопасным, поскольку дети нашего учреждения, они неловкие, часто спотыкаются и, к сожалению, бывают травмы. В этом учебном году, благодаря участию также спонсоров Брестского городского котельного хозяйства, в нашем учреждении появились компьютеры. В каждом классе центра есть компьютеры. Для системы среднего и высшего образования год науки стал годом инноваций и обретений. Открытие первого таможенного класса, появление новых специальностей в вузах города, вручение премии правительства в области качества Брестскому государственному университету имени Пушкина. Последнее достижение особое. Среди 29 претендентов на победу «Альма-матер-города» вошла в число лидеров. Безусловно, это оценка в первую очередь результатов работы преподавателей, сотрудников университета, студентов, аспирантов. И очень приятно, что эту премию мы получили в год науки. А как раз университет – это связь обязательно образовательного процесса и научной деятельности. Университет успешно прошел аккредитацию на статус университета. Такая аккредитация проходит каждые пять лет. И в этом году мы тоже подтвердили, что мы действительно университет классического типа. Есть чем гордиться Брестской молодежи. Три учащихся стали победителями международных олимпиад. Свыше 20 юношей и девушек одержали лидерство на республиканских соревнованиях. Семеро брестских выпускников показали стобальные результаты на централизованном тестировании. А это в несколько раз больше, чем в прошлые годы. Безусловно, вкупе это говорит об улучшении качества образования в Бресте и успешности молодежи города. Уважаемые врачи и педагоги, пусть в Новый год войдет все наилучшее – мечты, желания, стремления. А Старый год запомнится как еще один пройденный этап жизни, который чему-то научил, что-то отдал для дальнейшего. Пусть все желаемое в новогоднюю ночь случится, задуманное воплотится, несбыточное сбудется. Желаем вам в Новом году счастья, здоровья, удачи, верных друзей и искренних людей на дороге жизни. Пусть Новый год для вас станет лучше, чем предыдущий. Время новогодних праздников – это время красивой сказки, которая приходит в каждый дом в конце каждого года. Она приносит нам надежду на лучшее и веру в лучшее. В это время мы начинаем чувствовать себя героями волшебных сюжетов. А герои материала Анастасия Ноздрин-Плотницкая на протяжении всего года выступали в роли добрых волшебников, делая нашу жизнь ярче и насыщеннее, богаче и культурнее. У нашей телекомпании в 2017 появилось немало новых друзей, а это неоценимое приобретение. Многоликий Брест радушно встречает один из самых любимых праздников детей и взрослых – Новый год. Это пора, когда все мы замираем в предвкушении приятных эмоций и волшебства. Вспоминаем все это лучшее, что окружало нас на протяжении 365 дней, а было действительно немало. Брест культурный зажигал новые звезды и подтверждал позиции лидеров на этом пьедестале, радовал успехами талантливых горожан и, конечно же, удивлял. Удивлял творческими сенсациями и культурными свершениями. Традиционно открывает творческую плеяду фестиваль «Январские музыкальные вечера», прославивший областной центр далеко за пределами Беларуси. Сегодня благодаря форму музыки о Бресте и талантливых брещанах знают от Японии до Соединенных Штатов Америки. На несколько дней город над Богом становится местом встречи лучших музыкантов мира. Зритель же получает эстетическое удовлетворение и ждет новых музыкальных экспериментов и вариаций. Это развивает какой-то духовный мир больше. То есть так получилось, что была возможность прийти, и почему бы нет. Да, это интересное событие для города, и мы рады его посетить, потому что, во-первых, считаю, молодежь должна посещать такие события, и мы рады, что у нас есть такая возможность. Музыка вообще прекрасна. Любая. И классическая, и обычная музыка, эстрадная. Мы любители. Ну, больше эстрадной, конечно, музыки. Но послушаем классику. Я стараюсь быть на всех январских вечерах, потому что это уникальное событие, когда вы можете услышать классическую музыку от многих-многих исполнителей. Я должен сказать, что с моей точки зрения существует два фестиваля. Старший брат – это здесь, на базе Академического театра. И младший фестиваль, который младше только потому, что у него помещение чуть меньше и потому, что проходит днем. 2017-й стал годом открытий и интересных предложений. Областной краеведческий музей пережил сразу несколько культурных революций. Например, теперь он стал ближе и доступнее своему гостю. Здесь впервые в стране появилась уникальная услуга – экскурсовод для слабослышащих. Пока специальными навыками ведения подобных мероприятий владеют лишь два профессионала. Однако со временем их количество может увеличиться. Кроме того, вместе с сотрудниками областного краеведческого музея его гости открывали тайны, спрятанные за семью печатями. Именно такое название цикла встреч, посвященных 500-летию белорусского книгопечатания. Буквально на глазах зрителей художники демонстрировали, как издавалась книга в разные времена. А если нужно, то музей может и приехать в гости. Благодаря совместному проекту «Визиом позитив» с предприятием «Белалка» экспозиции учреждения побывали в совершенно разных уголках региона, где кроме демонстрации уникальных экспонатов, зрителей ожидала насыщенная культурная и спортивная программа. Те люди, которые могут о себе позаботиться сами, развлекают себя, могут иметь возможность сходить и в театр, и в музей, и на концерт. Поэтому мы в первую очередь хотим дать какой-то радость и позитив тем, кто, мягко говоря, не может этого себе позволить. Ну и, наверное, как никто в этом нуждается. По праву Брест заслуживает и звание театральный. Все потому, что вот уже 22 года подряд в теплые сентябрьские дни главные площадки областного центра радушно встречают лучшие коллективы со всего мира в рамках фестиваля «Белая вежа». 2017 для мирового форума прошел под грифом «Все новое зрителю». Фестивальная афиша была богата экспериментальными постановками и спектаклями по современной драматургии. Широко были представлены пьесы по произведениям классиков. Отличилась «Белая вежа» 2017 и своим звездным составом. В Бресте побывали известные актеры и режиссеры разных лет, которые с удовольствием рассказывали о своем участии в мероприятии, о современном театре, о Бресте и, конечно же, о творческих планах. Вот второй сентябрь уже работаем. Я думаю, что будем, даже третий уже, мы сделали еще один, который называется, признание. Может быть, как-то литературная такая, романтическая, городского романса, такая пьеса. И я надеюсь, привезем Бреста и с удовольствием покажем ее, называйте признание. Если ты берешь классику, то она тем и классика, что в ней затронуты самые разнообразные темы и проблемы, которые были в древнегреческие времена и до древнегреческих времен, в персидские времена и так далее. И они существуют по сегодняшний день. Вот с большим удовольствием я ножками вышел из гостиницы и прошелся вот сколько мог, да? И дошел до Брестской крепости и вернулся назад. И вертел головой и восхищался. Ну, во-первых, как все приведено в порядок. И мне очень нравится, что очень зеленый, очень много парков, много вот садов. Вот я сколько вот шел, все восхищался. Так замечательно это. Так что спасибо вам за ваш город. Мне нравится этот город. Вот и все. Он мой. Вот мне здесь приятно. Тем более, что здесь еще связана у меня романтическая история. Я был влюблен в девушку из Луцка. Мы сюда с ней поехали. Она играла на... А я таскал декорации. Она играла на виланчинку. Вот так вот. Так что для меня это встреча с юностью и очень приятно. Кинопремьеры 2017-го также не обошли стороной пограничный Брест. Областной центр встречал презентацию ленты молодого белорусского режиссера Андрея Голубева с участием одного из наиболее популярных белорусских актеров Владимира Гостюхина. Картина стала своеобразным прорывом 2017-го. Я не совсем себя считаю опытным сценаристом или опытным драматургом. Одно скажу, что я смотрю картины, смотрю фильмы как зритель. Я очень сентиментальный человек сам по себе. И я считаю, что это очень хороший признак наличия совести у человека, его сентиментальность. Я очень рад, что моя картина, вот эта картина, она впервые за много лет победила на двух австралийских фестивалях. Она победила в Дублине, в Ирландии на большом фестивале. Она сегодня ее показывает в огромном зале в Атланте, в Америке ее показывают. Люди живут немножко так в провинции, семья тихо живет, своим миром. И в этот мир вдруг врываются чужие со стороны люди, со своими проблемами, со своими... И внутри семьи взрываются, в общем, какие-то такие затаенные вещи, которые вот где-то там они дремали. Большим подарком Прещанам в преддверии Нового года и Рождества стали творческие вечера с известным российским актером, режиссером, общественным деятелем Сергеем Никоненко. Публика смогла открыть этого талантливого человека для себя еще в одном творческом ракурсе. Сергей Петрович – удивительный оратор, мастер в чтении стихов русской классики, особенно пушкинских времен. Соперник вечный мой, наедине застав меня с тобой. Зачем тебя приветствует, Лукава? Что ж он тебе? Скажи, какое право имеет он бледнеть и ревновать? Я знаю, что он не только артист и режиссер. В общем-то, уже в последнее время не видим его актерских работ. Но, наверное, это один из таких значимых, сильных актеров. Ну, король играет. Мне нравится, в Каменской он играет. Я обожаю, я сама россиянка, обожаю российских актеров. Он такой знаменитый, со всеми званиями. Нашей телекомпанией посчастливилось записать эксклюзивное интервью с народным артистом РСФСР Сергеем Никоненко, в котором он поделился своим видением жизни, творчества, искусства. Сергей Петрович был приятно воодушевлен Брестом, который, несмотря на свои частые визиты в Беларусь, он увидел впервые. Замечательная публика. Вы знаете, я работал в Беларуси. Я снял четыре фильма полнометражных на Минской студии. Общался с сотрудниками. Люди обязательные, серьезные, вдумчивые и очень доброжелательные. Поздравляю с Новогодием. Желаю в будущем году всем удачи днем и счастья ночью. А продолжит творческую плеяду еще одно событие. Уже 9 января Брест встретит январские музыкальные вечера. В 30-й юбилейный раз на сцене областного центра выступят более 500 музыкантов из 14 стран мира. Не пропустите главные события нового сезона. Всякий раз, когда мы перешагиваем порог нового года, на душе становится тепло и легко, потому что все плохое мы оставляем в году ушедшим, а в новый идем с новыми планами и новыми задумками. Мечтайте, творите. С новым 2018 годом. Замечательные люди, сильные личности, талантливые. Друзья, поздравляем вас с Новым годом. Желаем вам осуществления задуманного, новых интересных проектов, веселых корпоративов, снисходительного лояльного начальства. Пусть в новом году ждут лишь приятные сюрпризы, отличные новости, удача и успех. Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют вас своим пониманием и поддержкой, надежным плечом, верной рукой. Желаем вам, вашей семье, родным, праздничного настроения, смеха, радости, никаких огорчений и тревог. Пусть дела идут в гору и удача с вами в ногу. Подводя итоги года, хочется сказать самые добрые слова нашим ученым, пытливый разум которых обновляет и преображает мир. Нашим рабочим, строителям, нашим крестьянам, руками которых создается наш материальный достаток и благополучие. Людям в погонах, оберегающим мир, закон, порядок и безопасность. 2017 год стал насыщенным событиями и прошел плодотворно для работников службы дня и ночи. Тех, кто прекрасно знает, что такое трудности и как с ними справляться. Те, для кого служебный долг не просто громкие слова, а бессменный постулат. Нашим спортсменам, чьи достижения и триумфы прославляют Брещину. 31 мая 2017 года в спортивной жизни Бреста произошло знаковое событие. Самая известная уроженка города над Бугом – Белая молния. Олимпийская чемпионка Афин в беге на 100 метров Юлия Нестеренко официально завершила спортивную карьеру. На стадионе Брестки вместе с юными спортсменками Юлия пробежала символическую стометровку. Легендарная бегунья теперь посвящает себя тренерской работе и активной общественной деятельности. Я думаю, всем нам будет интересно узнать об итогах года спортивного побольше. Ирина Альшова знает о спорте, если не все, так очень много. В первый год нового олимпийского цикла насыщенность спортивными событиями обычно снижается, давая и атлетам, и командам небольшую передышку перед новым витком подготовки. Но в 2017 году спортивная жизнь города над Бугом продолжала бить ключом, преподнося новые сюрпризы и открытия. И мы начинаем наш обзор со спортивных событий, которые стали по-настоящему яркими страницами уходящего года. В апреле город над Бугом впервые принимал заключительный этап розыгрыша Сеха Лиги, одного из самых престижных состязаний европейского гонбола. Медальные поединки финала четырех прошли в год 15-летия Брестского гонбольного клуба имени Мешкова. Подтвердив свой высокий класс, брещане завоевали бронзовые медали. Хочу отметить всю команду, которая сражалась, билась, добилась победы и добилась третьего места в таком престижном турнире, как Сахаби. Годом настоящего триумфа любимой команды запомнится 2017-й болельщиком футбольного клуба «Динамо Брест». Более 10 лет команда не могла приблизиться к верхней строчке турнирной таблицы. Долгожданная победа на Кубке Беларуси позволила брещанам оформить выход в Лигу Европы. Никогда не сомневался, что Брест – футбольный город. Сегодня очередной раз убедился, что вы любите футбол, вы болеете за команду. Этот кубок мы посвящаем вам, городу. В июле 2017-го Брест впервые принимал Балтийские юношеские игры. Престижный молодежный форум собрал 1300 представителей из восьми стран. В итоговом протоколе команда Беларуси заняла первое место. Из 258 медалей – 130 золотых наград. 25 из них в активе спортсменов Бреста. Однозначно, крупные, большие турниры надо, чтобы проходили в регионах. Это действительно поднимет и спортивный статус регионов, потому что инфраструктура в наших регионах просто замечательная и на высшем мировом уровне. И это надо использовать. Ярким событием спортивной жизни города стал первый международный фестиваль «Черная пешка». В нем приняли участие порядка 400 шахматистов из 12 стран. Самому старшему – 84 года, младшему – 4. Идея придать шахматному фесту статус международного принадлежит юной брещанке с редкой литературной памятью Дарьи Скоморощенко. Инициативу поддержали председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук и Белорусская федерация «Шахмат». То, что с первого раза такое количество участников, такое количество международного присутствия, в принципе, это, по сути, дело сенсационно, потому что мы не предполагали именно такого серьезного старта. Дай Бог, все получится, этот фестиваль будет традиционным и тоже одним из таких изюминок нашего замечательного города. Еще одним знаковым событием спортивного календаря стало проведение в Бресте спартакиады студенческой молодежи Союзного государства. В город над Богом приехали 222 участника из 12 белорусских университетов и 12 высших учебных заведений России. В целом же спортивная афиша года оказалась на редкость непредсказуемой, но от этого не менее интересной. Буквально 25 числа в составе молодежной сборной У-20 по хоккею с шайбой в Америке представили три представителя Брещина, что тоже как бы никогда не было, это тоже радует. Поэтому мы движемся вперед, спортивная отрасль целенаправленно работает над поставленными задачами. Хотелось бы, чтобы год был в первую очередь в плане здоровья более крепким, а крепкое здоровье, соответственно, это стабильное и постоянное занятие спортом. Всем спортивным болельщикам хочется пожелать такого же фанатизма, как болельщикам «Динамо Брест» и «БГК» имени Мешкова. Хочется, чтобы все наши виды спорта, все наши 15 команд, которые существуют в городе Бресте, имели такие же фан-клубы, и чтобы все болельщики приходили и болели за свою команду. Приглашаю всех любителей спорта на наши все спортивные соревнования и поддерживать наши команды, для того, чтобы город Брест звучал на республиканской и международной арене. За каждым спортивным событием стоит человек, и неважно, командное это соревнование или личное первенство, спортсмен, тренер, врач и даже начальник команды, только грамотно соединив все звенья одной цепочки, можно получить хороший результат. Предлагаю вам вспомнить имена брестских атлетов, для которых 2017-й стал годом настоящего триумфа. Настоящим спортивным ньюсмейкером года стала белорусская русалочка Анастасия Шкурдай. В свои 14 лет Брещанка стала первым в истории белорусского плавания мастером спорта международного класса. 2017 год также принес спортсменке и ее тренеру Ольге Ясинович два золота и серебро Европейского юношеского олимпийского фестиваля и чемпионата Европы среди юниоров. В этом году я первый раз плыву на взрослом чемпионате Европы со взрослыми ребятами, с членами национальной команды. И, конечно, тоже хочу показать максимальный результат. Я стремлюсь плавать все дистанции, как комплекс, кроль, брас, всеми способами. Стараюсь тренировать вторую половину дистанции, как уже говорил мой тренер. Завершила сезон Анастасия Шкурдай серебряной медалью в смешанной эстафете, выступив на чемпионате Европы в составе национальной команды. Мы очень много работаем, поэтому работа прошла не зря. Удалось достичь таких результатов путем работы, путем того, что у нас очень хороший центр построили в Бресте, очень хорошее руководство, которое слышит и понимает нас, поддерживает. Поэтому все общими усилиями как-то удалось достичь таких результатов пока. Удачным стал прошедший год и для брестской тяжелоатлетки Людмилы Панковой. В апреле 2017-го воспитанница Александра Самадаева заняла третье место на чемпионате Европы, а спустя полтора месяца на мировом форуме в Токио завоевала бронзу юниорского чемпионата мира. Помогли ей в этом хорошая подготовка и главный принцип спортсменки. Не останавливаться на достигнутом. Если так просто, как пожелать, как спортсменам, то, конечно же, всегда идти к своей цели, не останавливаясь. Если ты что-то поставил перед собой, то всегда идти, даже если будет тяжело. Потому что всегда, когда ты идешь к какому-то большому, с большой целью, всегда будут очень большие трудности. Также, наверное, по жизни. Потому что, если человек очень что-то хочет, то обязательно сбудется, если в это верить. По результатам 2017-го года армрестлер Виктор Браченя стал одним из самых титулованных брестских атлетов. В его активе семь золотых и одна серебряная медаль, завоеванной на чемпионатах мира, Европы и Кубке мира. К золотым победам на левую и правую руку брестский рукоборец добавил победу в абсолютной категории. Нашим горожанам хочется пожелать крепкого здоровья, чтобы избывали все мечты. Но для этого нужно немножко, чтобы что-то сбылось, нужно для этого приложить. Поэтому трудитесь, добивайтесь успехов и, конечно же, крепкого здоровья и любви. Я думаю, что следующий год будет для всех нас удачным. Вот таким насыщенным на спортивные сюрпризы и удачи получился уходящий год. Спортивную стафету года наступающего подхватят зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. У Беларуси 22 лицензии и наши главные медальные надежды связаны, естественно, с биатлоном, конькобежным спортом и фристайлом. И пусть на главных стартах четырехлетия брещан не будет, приглашаю всех брестских болельщиков поддержать белорусских олимпийцев. А в наступающем году я желаю вам всем болеть почаще, но только за любимую команду и только на спортивных трибунах. С Новым Годом! Дорогие наши спортсмены, без оглядки назад поздравляем вас с наступающим Новым Годом. И от всего сердца желаем вам успехов, счастья и здоровья. А еще мы желаем вам достичь прежних целей и обрести новые. Желаем вам сил и возможностей на осуществление самых дерзких замыслов и воплощения самых сокровенных планов. А еще желаем вам верных и преданных друзей, которые помогут вам свершить все это. С наступающим Новым Годом! Дорогие друзья, совсем скоро наступит Новый Год. Время новых надежд, успехов и побед. Каким будет он, зависит от каждого из нас. Поэтому прежде всего хотим пожелать вам всем веры в себя и свои силы, больших свершений, открытий и надежд. Пусть наступающий год лишь умножает счет счастливых мгновений. Рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага привлечет желанных гостей. Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок, и жизнь старится и отплатит вам за вашу заботу. Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья и процветания. Дорогие брещане, Новый Год для многих новый старт. Многие захотят с 1 января жить по-другому, без обид, ошибок или поражений. Пусть эти добрые начинания осуществятся. Мы вам желаем этого всей душой. С Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин